Приветствую вас мои друзья и гости канала, всем огромнейший привет и знаете что, многие из вас мне задают вопросы очень разные, да, что касается работы, жизни и так далее. Сейчас я постараюсь ответить на один комментарий и задал на него прям такой, знаете, такой вот, постоянно уже наш подписчик, в общем красавчик, и написано Разве тебе не проще инвестировать и зарабатывать и спокойно жить, наслаждаться жизнью без всяких бесконечных прокатов, съемок, разъездов и переговоров? Кстати, хороший вопрос, ребят, ну реально хороший вам вопрос, огромное спасибо, ну реально классный вам вопрос и задал его Олег Романшин. Так вот, ребят, почему я работаю риэлтором? Да потому что мне нравится работать, мне реально нравится работать, мне нравится эта работа, у меня прет просто от этого, понимаете, ну бывает такое, что от работы прет. И бывает такое, что у меня выходной, я вроде бы понимаю, что нужно отдохнуть, но я все-таки беру, если нет клиентов, я иду, снимаю ту или иную недвижимость, как бы для того, чтобы многим из вас было дистанционно легче сделать. И знаете что, мне нравятся прокаты, мне нравится процесс, когда приезжают незнакомые люди, мы с ними катаемся по городу, я показываю то, что можно здесь посмотреть, что можно купить, что лучше не покупать и так далее. И не знаю, у меня просто от этой работы прет. Я согласен, что если в один прекрасный момент мне это надоест, все, да, есть, потому что определенный ресурс, обычно, если ты не меняешь работу раз в 5-7 лет, то ты начинаешь деградировать. Я уже на данной работе, уже работаю 4 года. Это, блин, большой срок, я 5 лет проработал в школе или 6 лет, 5 или 6 лет я проработал в университете, проработал 3 года в такси ГОСТ и действительно сейчас я работаю вот в этой сфере. И вполне возможно, что может быть мне в конце концов разонравится, я может быть захочу там уже спокойно инвестировать, тем более я знаю, как можно в Сочи зарабатывать деньги, тем более я знаю, как зарабатывать из воздуха деньги. Я знаю, какой можно бизнес открыть, чтобы ни копейки не вложить, и при этом, чтобы он в этот бизнес развивался, чтобы этот бизнес рос. Все это я прекрасно понимаю, но, знаете, пока вот тот ритм, который есть у меня, тот темп, который есть, мне от этого прет. И сегодня у меня тренер, я все-таки дал ему второй шанс, объяснил, что мне не нравится, когда мы с ним вместе работаем. Ну, как бы он дает маленькую нагрузку, знаете, тот случай, когда тренер опасается, что если он будет давать как положено, да, вот прям нормально там, да, выжимать себя по максимуму, что ты в конце концов будешь отказываться от его услуг и будешь пробовать нагружать себя сам, ну, в меру. И он сказал, блин, Максим, тебе, говорит, 38 лет, я говорю, почти 39. Он говорит, ну, невозможно, говорит, у меня, говорит, практика, говорит, 15 лет, я занимаюсь, говорит, музыальными тренировками, но невозможно, говорит, на, так скажем, без допинга, без химии, ну, так вот упахиваться, просто физически невозможно. У тебя вот именно, да, может быть, у тебя и нет там, например, каких-нибудь там, там, рывка, например, там, хорошего, там, да, жима лежа, может, я рекорды не пробиваю, там, может, ты не приседай, там, 300 килограмм. Ну, именно выполнять, например, вот работу, да, вот я сегодня приседал, там, ну, всего лишь, там, по 110 килограмм, да, там, ну, 12 подходов, как бы, сегодня делал очень глубокий присед, потом тут же, там, работал, получается, и, ну, в общем, короче, я уже забыл, это название страшное, вот эти вот, и он, говорит, я просто, ну, поражаюсь, как можно, говорит, ну, как бы, я, говорит, вижу, говорит, у тебя спина чистая, все чисто, ну, точно видно, что ты, говорит, не химию, там, не принимаешь, говорит, ну, откуда, говорит, откуда ты, говорит, откуда ты, говорит, ну, смотрите, ребят, если честно, вот, мне энергию ту же самую дают и мои люди, которые появляются на прокате, потому что, например, сегодня я встречался с человеком, который 15 лет прожил в Америке и приехал жить все-таки в Сочи, знает 4 языка, очень интересный мужчина, прям, честно скажу, прям, прям, приятно было с ним пообщаться на одной волне, в общем, красавчик, молодец, и вот, конечно, его, он приезжает уже второй раз, в прошлом году смотрел варианты и мог купить, в принципе, в своем бюджете хорошую квартиру, даже мог взять, так скажем, мини-двушку, сейчас он приехал, вроде бы, накопил 300 тысяч, а теперь даже на однокомнатную квартиру не хватает, там, только студию в его бюджете мы рассматривали, и на самом деле, да, в этом отношении, конечно, минусы у Сочи есть, но, с другой стороны, знаете, ты, когда человек подбираешь ту недвижимость, которая ему нужна, которая, от которой он остается доволен, и ты понимаешь, что ты, может быть, осуществил мечту, потому что у любого здоровомышленного человека, вот, любого, вот, если взять, первое, на что он хочет обратить внимание, и первая, какая цель, это, конечно же, свое жилье, потому что, да, можно купить машину, можно, там, путешествовать, но это все приходит и уходит, да, на машине можно, там, попасть в аварию, кирдык, и как будто, и просто так, влял-профукал, там, один миллион, два миллиона, пять миллионов, семь миллионов, смотря у кого какая машина, недвижимость, ты понимаешь, это то, что можно передать своим детишкам, в конце концов, я не думаю, что, например, я смогу данную машину передать, например, своему сыну, который, да, вот, а вот, если, например, квартиру я возьму, я знаю, что, там, появится сын у меня, я знаю, что появится, я прям уверен на сто процентов, и, как бы, и даже, пускай, там, через 18 лет, пускай, через 19 лет, и, соответственно, как бы, будет, что оставить, понимаете, что будет, что будет, что оставить потомкам. То же самое, конечно, хочется, и сейчас иногда, вот, я задумываюсь про бизнес, чтобы можно было после себя что-то оставить, там, своим детям, в конце концов, и так далее. Я на эту тему думаю, но я трус в этом отношении, я боюсь сделать этот шаг, ну, реально боюсь, потому что сейчас, как бы, я нахожусь в своей псевдозоне комфорта, хотя, знаете, комфорт закончится буквально через полторы недели, потому что сейчас набрали песочницы, что такое песочница, это набрали стажеров, и нам сказали, короче, нам навязали, нас заставили взять 10 человек стажеров, которые будут нас также поразванивать, все, ну, прокаты, все, они будут кататься вместе со мной, я понимаю, что, ну, в общем, я думаю, что те ребята, которые будут со мной в одной связке, да, эти 10 человек, они реально будут зарабатывать. Ну, блин, мне, понимаете, мне это не нужно, может быть, в конце концов, я возьму и поменяю свою точку зрения, скажу, да, блин, да классно же, это прям прет от этого, и так далее. Но пока вот я понимаю, что это мне лишнее, потому что я и так свободно, минутки нету, я вот думаю, сейчас приедет мой друган, да, Алексей, я думаю, блин, надо постараться сделать так, вот, мне там с Томаска позвонили, говорит, Макс, говорит, ну, вот приедет друг, говорит, он же приезжает не в Сочи, он приезжает к тебе, постарайся ему уделить время, как своим клиентам побольше. Я думаю, что нужно обязательно это сделать, нужно это обязательно осуществить, потому что, блин, действительно, как бы, получается, я чужим людям уделяю больше времени, больше своего внимания, чем своим родным ребят и близким, понимаете? И здесь, конечно же, ну, и очень трудно разорваться, и, конечно, я понимаю, что нужно что-то думать, решать в своей жизни, чтобы можно было уделять одинаковое полноценное время не только клиентам, но и, конечно же, конечно же, и тем же самым своим родственникам, в конце концов, друзьям и так далее. Сейчас я очень хорошо вот сделал, мы раз в неделю собираемся в бане, у нас там собирается по 10 человек, там есть ребята с Бестнедвижимости, есть ребята с Винцента, есть еще откуда-нибудь, есть у нас те люди, которые занимаются ремонтом, там есть, просто есть мои клиенты, которые живут в Сочи, ну, которые, знаете, есть такие клиенты, которые прям, ну, реально такие порядочные все, и к ним хочется-то такие, ну, хорошие такие. И вот мы все собираемся, и ничего страшного, находим общий язык. И самое интересное, говорит, как один сказал мне из моих друзей, моих клиентов, он сказал, блин, Макс, говорит, моя жена, наверное, говорит, тебе бы, говорит, памятник поставил при жизни. Я говорю, за что, я же еще не умер, говорит, да за то, что, говорит, мы привыкли идти в баню, там, пиво, все, всегда выходили, там, ну, приезжали домой пьяные, все. А это, говорит, представляешь себе, мы не знали, что можно в баню ходить по-трезвому, и при том просто, там, чай пить, там, водичку пить и так далее, и просто проводить так хорошо время, там, за душевными разговорами, там, подобное, и так далее. И, говорит, это реально круто, говорит, ну, как бы, ты нам открыл немножко очевидные вещи с другой стороны. И это действительно хорошо, это супер. Сейчас у меня, я подумываю создать свой клуб, где, соответственно, тоже мы будем собираться по интересам, такие, такие, как будут такие бизнес-штурмы, мозговые штурмы, я думаю, потому что я думаю, что надо объединить тех людей, которые приехали, которые нормальные, которые порядочные, которые, знаете, которые, там, целеустремленные и так далее. Я сейчас на эту тему думаю, просто в голове все это есть, но еще на бумаге я это еще не прописал. Конечно, там не будет такого, что, ну, этот клуб будет платный, там, и так далее. Нет, конечно, как бы, без разницы, сколько у человека денег, но если он по жизни говно, он к нам в клуб не попадет. Есть такое, это отдельное направление, я сейчас это все прорабатываю и думаю. Почему я это делаю? Ну, потому что один хорошо, да, одна голова хорошо, да, кто-то напишет сейчас, а две головы это уродство. Нет, но в нашем случае это немножко по-другому, да. Я вижу, что те ребята, которые сейчас оказываются хотя бы раз в неделю в нашей тусовке, я вижу, что они растут, я вижу, что у них по своему бизнесу везде получается, и они находят какие-то новые клиенты, контакты и так далее. Это очень круто, это очень хорошо. И приятно себе окружать теми людьми, с которыми тебе приятно находиться, на которой ты на одной волне. Как бы это круто, это супер. Я все это пытался сделать в Орске, но думаю, что в Сочи я точно это все осуществлю. Потому что многие приезжают, и многие действительно, как бы, ну, реально хороших людей в Сочи, очень много, очень много хороших людей. И как-то надо, чтобы эти хорошие люди держались вместе, поэтому вот я думаю... Кстати, пишите, как вы думаете, что эта идея хорошая, плохая, если бы, например, вы жили в Сочи или кто-то живет в Сочи, захотели бы вы, там, например, так же, там, собираться и так далее, и там, говорят, все, пишите. Ну, просто интересно. А то, может быть, не стоит на это тратить свое драгоценное время. А время действительно драгоценное, ребят. Время драгоценное, потому что, говорю, не успевая, например, я все не могу доехать, уже аж стыдно, надо в Адлере снять 4 домика, там, застройщик, при том, даже женщина, там, то я не вовремя, то она уезжает. В общем, не можем скоординироваться. Попробуем завтра все-таки как-то раз и все. И попасть, скажем, в одну стезю. Ну, вот, как бы так. И что хочется сказать еще раз, да, по поводу этого комментария. Ну, ребят, точнее, даже не ребята, да, вот, сейчас еще раз прочитаю. Олег, ну, проще. Как знаешь, есть такое выражение. Мы, конечно, здесь каждый день ходим, как по тонкому льду, потому что бывает, ты сделаешь какой-то шаг, ты можешь провалиться, ты можешь оказаться в яме, ты само собой разумеешься. Потому что, в принципе, каждый риэлтор в Сочи работает, по сути, по принципу, как индивидуальный предприниматель. Если ты пашешь, если ты делаешь, то будет. Если ты, там, позволил себе слабину какую-нибудь, то не будет. И здесь, по сути, да, вот, после того, как ты работал успешно риэлтором, ты становишься хорошим, нормальным предпринимателем. Потому что у тебя нет оклада, у тебя нет ничего. У тебя есть работа, у тебя есть клиенты, у тебя есть база, у тебя есть определенные движения, которые ты делаешь. И вот идешь к поставленной цели. Конечно, можно было что-то так, да, там немножко расслабиться на инвестициях и так далее. Но, понимаете, вот мне нравится. Вот бывают вот руководители, например, бывает, у меня вот есть такой друг, он учредитель очень крупной компании, все. Но подбор персонала он делает сам лично, хотя он сам занятой, просто жесть какой. Я говорю, а почему-то у тебя есть HR, нормально все. Он говорит, Макс, мне нравится сам процесс, когда люди приходят на собеседование, с ними общаться. Понимаешь, мне нравится, говорит, это. И я прекрасно понимаю, что это мое. И да, компания работает, но вот именно этот процесс делает он сам. Другой у меня есть учредитель, да, который постоянно любит оказаться вот в самом центре. У него мебельные магазины, и он всегда приезжает, смотрит. Хотя у него есть там старший менеджер, который за это должен сидеть, все есть. Но ему нравится. Говорит, я, говорит, не могу сидеть просто так в офисе, все. Мне нравится мебель, мне нравится на нее смотреть, мне нравится с ней играть, манипулировать. Хотя у него там пять магазинов, он действительно может сидеть просто дома, все выстроено. Но ему нравится. Вот то же самое у меня. Мне нравится сам процесс, мне нравится делать прокаты, мне нравится снимать, мне нравится встречаться с людьми, мне нравится провожать людей, встречать. Мне нравится вот сам этот процесс, вот эта работа, понимаете, я ей горю. У меня нет такого, что там, вот, опять приехал, или как-то некоторые говорят, или еще что-нибудь, опять эти туристы. У меня нет, у меня, о, туристы, о У меня немножко другое восприятие, понимаете Ну, немножко другое, как у того мальчика, которому подарили там в пакетике говно А он, ой, здесь, наверное, была лошадка Вот у меня то же самое Конечно, когда вот этот запал пройдет, я что-нибудь себе другое придумаю, однозначно Но пока мне нравится то, что я делаю Пока мне нравится там то же самое играть там с конкурентами Кто кого сможет не то что обойти, а как-то переиграть Потому что все это игра И с клиентом, когда ты ведешь диалог, когда ты делаешь продажу Это все игра И там зависит, если клиент не купил у тебя ничего, значит он выиграл А если он купил, остался доволен, значит выиграл ты Все зависит от того, какие ты цели себе ставишь Ну вот, наверное, на этот комментарий нужен был такой ответ, развернутый Ну и, конечно, там в преддверии что, как и так далее Ну, что я могу сказать Вот тоже сейчас мне написали комментарий Клиентов нет от слова совсем Ну, не знаю У меня клиенты всегда есть Ну, я считаю, что, например, тот же самый, например, месяц, да Я уже закрыл, сколько дней прошло, я уже закрыл две сделки полностью готовые Также у меня сейчас проходят одновременно три ипотеки, да, которые в этом месяце закроются Есть задатки, которые... Ну, я думаю, что в этом месяце, конечно, не будет там рекорда, как у меня было 26 сделок Ну, я как бы думаю, что 10 сделок мы закроем 10 сделок однозначно закроем вместе со своей помощницей Но если для вас 10 сделок это мало Устройтесь, пожалуйста, на работу риэлтором Попробуйте делать больше Как раз я тоже смотрю, некоторые такие извительные комментарии Клиентов нет от слова совсем И чаще всего пишут люди, которые даже имени-то опля Ну, вот как бы так Ну, все На этом, наверное, будем заканчивать Клиенты есть Каждый день у меня прокаты есть, в том числе Как бы не клиенты, а туристы и так далее И много у нас работы проходит дистанционно Ну, опять же, еще раз повторюсь Вот когда вы смотрите видеоролики, смотрите даты Например, вот я снимал обалденный коттеджный поселок Тонхаус Видны, который находится в Адлере Где за 152 квадратных метра вы могли купить Сегодня же за 7,5 миллионов рублей Они вчера подняли цены Теперь цена у них идет в 8,5 Потому что, как бы, это самое дешевое Так у них есть и по 11, и по 12 В общем, когда я говорю, что это цена здесь и сейчас То это действительно так По итогу, вот, все Теперь стало 8,5 Теперь, как бы, они все равно интересны по цене Но уже появляется конкуренция в виде частных домов и тому подобное Поэтому, ребят, нельзя в этой жизни тормозить Вам спасибо, что смотрите Вам спасибо, что комментируете Спасибо, что задаете вопросы Особенно я люблю умные вопросы Да, они глупые Хотя, каждый вопрос имеет право быть Все, всем хорошего настроения Всем побольше позитива Вам всем добра И пока И надеюсь, Роман, я ответил на ваш комментарий Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова